Без хождений по кабинетам и долгого ожидания. Или если вы не идете к депутату, тогда он идет к вам. Председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский провел выездной прием граждан. Практика известная. Ей уже шесть лет. Механизм работы прост. Вникнуть в суть проблемы каждого человека и оперативно среагировать. Это лежит в основе работы любого народного избранника. Председатель Брестского городского совета депутатов проводит один раз в квартал выездной прием граждан на территории города. Мы посчитали, поскольку тематика обращения больше всего связана с вопросами работы жилищно-коммунальных служб, работой ЖЭСов, проводить эти приемы именно в ЖЭСах. Во-первых, народ, конечно, знает дорогу в ЖЭС, но как-то ближе. И, в принципе, если работа касается непосредственно тематики жилищно-коммунального хозяйства, то на месте можно сразу эти вопросы и решить. Брещанка Венера-Кожановская попала в непростую жизненную ситуацию. За плечами 33-летний опыт работы, но три месяца назад и женщина попала под сокращение. И сегодня ищет свободные вакансии. В предложениях от центра занятости не устраивает заработная плата, но желание продолжать трудовую деятельность есть. Я узнала из интернета, так как постоянно сижу сейчас в последнее время в интернете, ищу работу. Ну, решила прийти за помощью, обратиться. Три с половиной месяца я уже в центре занятости стою безработной. Содействие в трудоустройстве Брещанке будет оказано. Николай Красовский взял этот вопрос на карандаш. Были обращения и в сфере ЖКХ с вопросом о благоустройстве. Обратился Василий Лостовецкий. Претензий три. Тротуарная дорожка можно было бы немножко при строительстве вообще всего района немножко по-другому сделать. Ну да, контейнеру, площадку доставить один контейнер, хотя бы для макулатуры. Ну и побольше детского, игрового, так как дом многодетный, Грибоедов 25. Ну, плюс еще там, как бы на районе буквы «П» стоят три дома. Там тоже детки есть маленькие. Поэтому хотелось бы больше игрового оборудования. Каждое обращение взято под контроль. Надо быть ближе к людям, и они вас поймут и поддержат, считает Николай Красовский. Ведь какое бы непростое время ни было, главное – это человеческие отношения между людьми и властью. Продолжение следует...